Добрый день, уважаемые обучающиеся! Как звучит эта категория субъектов образовательного процесса в законе об образовании. Мы очень рады, что для вас каникулы не наступили, что вы продолжаете учиться. Мы очень рады, что летняя школа по проектам инновационным в сфере образований проходит именно на площадке общественной палаты. Это означает, что философия инноватики овладела массами, и она уже не просто овладела, но и внедряется в реальные практические проекты. И мы надеемся, что сегодня в результате, так сказать, вот этой процедуры второй части вашей летней школы, связанной с отбором проектов, которые будут представлены уже в самом финале, проходит именно на площадке нашей общественной палаты и под эгидой комиссии по развитию образования и науки. Наверное, сегодня, как никогда, нам очень нужны прорывные проекты в сфере образования, потому что задача, поставленная указом президента и зафиксированные в национальном проекте образования, наверное, вряд ли могут быть достигнуты, если мы не обратимся к инновационным подходам в достижении тех высоких показателей, которые обозначены. Войти в десятку ведущих стран мира по общему образованию сложно, наверное, если мы не совершим каких-то прорывных действий в системе общего образования, в системе подготовки кадров для общего образования и высшего образования, если мы не посмотрим на школу с позиции не только традиции, я говорила это и на предыдущей нашей встрече, но и с учетом того, что ждет от школы, что ждет от системы образования эпоха цифровых технологий, цифровой век. А он уже у нас с вами не просто на пороге, а двери уже открыты, и мы находимся в этом. Я бы очень хотела, чтобы сегодняшние проекты, при всей их инноватике, все-таки помнили о том, что вся наша инноватика направлена на то, чтобы формировать тот самый человеческий капитал, который и сможет обеспечить то самое устойчивое развитие Российской Федерации, о которой говорит лидер нашего государства, и мы должны ориентироваться в разработке своих проектов и реализации этих проектов именно на достижение тех высоких смыслов и ценностей, без которых никакое общество не может быть не просто устойчивым, но не может иметь и будущего. Удачи всем финалистам, и я надеюсь, что мы с вами будем иметь возможность познакомиться с очень интересным опытом. И спасибо Рыбаков фонду, который вот уже не один год ведет эту работу, и мы им очень признательны за это. Итак, удачи!